Начало очередного отопительного сезона жителей десятка многоэтажек Иркалыка до сих пор не коснулось. Хотя, как утверждают горожане, тепло в остальные дома города подали еще неделю назад. Вопрос, почему обделили 10 домов по улице Байтрусынова, для местных жителей пока остается риторическим. Сейчас холода резко наступили. И у нас отопление дали по всему городу, кроме этих 10 домов, кондоминиум. Наш дом относится тоже к кондоминиуму. И мы сидим без отопления. У нас на нашей площадке трое детей в больнице лежит. Представляете? Эльвира Кинжибекова считает, что причина в недавно образовавшемся товариществе Аркалык-Искер. Это предприятие обслуживает их дом. Каждый месяц, каждая квартира по своей квадратуре платит. Сверх этого, как нас посадили на кондоминиум, мы платим еще деньги на кондоминиум отдельно. Вот по тысячам чем-то я плачу. Хотя ничего с лета нам еще не сделали. У них нет собственных сантехников. У них нет собственной техники. У них нет своих машин. У них даже гаечных ключей своих нет. Вы понимаете? Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата Кустанской области об этой истории даже не слышали. Но пообещали во всем разобраться. Вот в Акимате Аркалыка нам рассказали, что все объекты, включая и многоэтажки по улице Байтурсынова, подключили еще 2 октября. Насколько я сейчас вспомню, Байтурсынова 26 воду дали, тепло дали. В квартире номер 25, если не ошибаюсь, там был неправильно установлен полотенчик. Для того, чтобы сделать эти работы, его обратно отключили по дачу. Сейчас проводятся и работы, проводятся и ремонты, и потом обратно идет подключение работы. Там работы ведутся. Есть некоторые моменты, которые везде бывают. То заглушка не сработала, то кран Маевского не удержал. То есть из этого, я так думаю, что трагедию не надо делать. С 29 домов, когда 8 домов, есть некоторые проблемы. Паужан Ержанов, Артем Грапов, РТН.